Водители, ставшие жертвами нарушений, запугиваний и даже обмана со стороны сотрудников ГИБДД и лишившиеся из-за этого прав, пытаются доказать, что они именно жертвы, а не нарушители. Но пока получается не очень. Как мы рассказывали, в начале 2023 года по области прокатилась настоящая волна отъема прав у водителей за отказ прохождения медосвидетельствования. Пожалуй, самым вопиющим случаем стал тот, когда водителя, сотрудник ГИБДД, заставил дуть в кнопочный сотовый телефон, как будто это алкотестер. Инспектор поставил водителя напротив солнца, и тот действительно не заметил, что продувает его в сотовый телефон. Но инспектор не учел, что у водителя работал видеорегистратор в машине, и потом он увидел, куда его заставили дуть автоинспекторы. Но это было потом. А здесь на месте его убедили в том, что это алкотестер, и что он показывает опьянение. А дальше на водителя надавили и заставили подписать отказ от прохождения медосвидетельствования. И была масса подобных случаев, когда водителей инспектора убеждали подписать отказ, пользуясь тем, что люди не понимали, что отказ приравнивает его к пьяному, и его лишат прав. Тот водитель, которого заставили дышать в кнопочный телефон, дошел до Верховного суда и везде проиграл. Но свою борьбу за права, во всех смыслах, уже год продолжает многодетная мать. Год назад мне и тоже рассказывали, но она расследовала много всего интересного за год. Например, то, что продували ее не валкотестер, а толщина метр. То, что инспектор ГИБДД просто вырезал часть видеоматериала из своего регистратора. И еще массу других нарушений со стороны автоинспекторов. Решение я выполнила, то есть права я сдала, штраф я заплатила. В ходе изучения материалов дела я стала наблюдать некоторые несостыковки в деле. Вот в протоколе об административном правонарушении, который является самым главным документом, видно, что понятым в данном протоколе является Ермолаев Денис Анатольевич. Это второй сотрудник. Больше не указано никаких понятых. По закону понятых должно быть не менее двух. Соответственно, в данной ситуации понятой, то есть второй сотрудник, он не является понятым, так как он является заинтересованным лицом в данной ситуации. Он находился при исполнении, он не может быть понятым. Меня остановили вот там, за знаком. То есть здесь у нас остановка автобусов. То есть моя машина стояла вот здесь вот. Непосредственно со мной стоял сотрудник, который, когда остановил меня, утверждал, что от меня исходит запах алкоголя. На видео с регистратора вырезан момент в 40 минут, где именно я сажусь в патрульную машину для прохождения свидетельствования на месте. Видео предоставлено у нас в нарезке. То есть имеется несколько фрагментов видеозаписи. Вот я с сотрудником иду к автомобилю. Восколько? В какое время? В 8.39. То есть мне было предложено, меня уверяли, что у меня имеется запах алкоголя изо рта. На что я пояснила, что я пила чай дома с конфеткой перед работой. Мне предложили пройти процедуру освидетельствования в автомобиле. Я, соответственно, согласилась. Вот я прохожу в автомобиль. Вот сотрудник садится в автомобиль. И видео обрывается. Обратите внимание, видео заканчивается в 8.39. Следующее видео начинается со времени 9.18. От времени 8.39 до 9.18 потерян кусок по времени около 40 минут. Данное видео вырезано не просто так. Данное видео вырезали специально. И сделали это корректно, чтобы не было никаких вопросов. Но суд не обратил на данные обстоятельства и счел это несущественным доказательством. Если бы этот кусок присутствовал и не потерялся, его не вырезали, то на нем полностью было бы доказано нарушение действий сотрудников. То, что я продувала в прибор, что меня заставляли подписать протокол. И что я не отказывалась проходить мета-свидетельствование. Это также зафиксировано на видеорегистраторе в этот период времени. Он мне дал какой-то прибор, то есть сказал дуть. Я дунла. Но потом, через несколько месяцев, я такой прибор нашла в машине у мужа. Спросила, что это он мне. Говорит, это толщина метр. Я говорю, ну вот в такую штуку я проходила освидетельствование. Так как я не знала, как вообще проходит вся процедура и никогда не видела прибора, я поверила сотруднику и сделала, как бы что он сказал. На экране я увидела, что там какие-то цифры и вот он мне сказал, что ты приехала. Это прибор толщина метр. Муж мне пояснил, что данным прибором определяется, сколько красилась машина при продаже, проверяется автомобиль. То есть к процедуре освидетельствования этот прибор вообще не имеет никакого отношения. Также на этом приборе можно выставить циферки на экране, что и было ими сделано. Передо мной стоял сотрудник. Я обычный простой человек. Передо мной сотрудник полиции. У меня как бы нет оснований не доверять сотруднику. А так как я за все годы стажа водительского никогда не сталкивалась с такой ситуацией, не привлекалась, ничего. То есть я в такой ситуации оказалась первый раз. Также на этом видео, которое вырезано, запечатлены были нарушения сотрудников. То есть это были разговоры, расспросы меня, есть ли мне кому позвонить, знакомые в полиции, ГИБДД, то есть в каких-то инстанциях, кому я могу позвонить. Также задавались вопросы о наличии, сколько у меня денег с собой. Запугивание, что у меня отберут детей, поставят на учет наркоконтроль. То есть все это также было зафиксировано на эту съемку. В этом фрагменте, которое удалено с видеорегистратора, зафиксировано, что меня снимали несколько раз на телефон сотрудника. При первой беседе с данным сотрудником, который сейчас на экране, сотрудник мне предложил проехать на мета-свидетельствование в больницу. На что я сказала, что я согласна и поехали в больницу. Он выключает свой телефон и выгоняет меня из автомобиля. Выходя из автомобиля, ко мне подходит другой сотрудник и говорит, я тебе что сказал? Я тебе сказал, иди и подписывай. Отказывайся от себя, подписывай документы. Я пошла опять в автомобиль сотрудника, села напротив видеорегистратора. Сотрудник опять включил телефон и уже было зафиксировано то видео, которое они предоставили. На видео четко видно, что я даже не дослушиваю вопроса, я просто говорю то, что мне было сказано. Испуганно. На видео также видно, что я нахожусь в трезвом состоянии, что я не пьяная. В данный момент, прошу обратить внимание, он просит меня расписаться. Здесь даже не видно, что он составляет протокол. Я в суде утверждала, что я подписывала просто пустые протоколы с галочками. То есть он мне показывает, где я должна расписаться, я просто расписываюсь. Дальше он мне говорит, отказываюсь, я пишу отказываюсь. Протоколы заполнялись уже в мое отсутствие при моем муже. Это оригинал протокола об административном правонарушении, который был написан сотрудниками. Здесь написано диск и номер, хотя видео снимали на телефон. Дописка является грубым нарушением, так как дописка вносится, изменения какие-то в протокол в моем присутствии. То есть меня должны были уведомить. Сотрудниками я больше не встречалась. Если посмотреть на протокол, который был выдан мне, данная запись отсутствует. Вот это же место. То есть слово «диск» и цифр нет. Как утверждают сотрудники в суде, что это была не пропечатка, что не пропечаталось. Но именно в этом месте, где осуществлена дописка, ни одного фрагмента нет. Что-то бы все равно отпечаталось. То есть это уже свидетельствует о фальсификации доказательной базы. Перед вынесением постановления я получила ответ на свою жалобу, что сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности. По результатам проведенной проверки в действиях сотрудников, то есть эта проверка была от 1 марта 2023 года, установлены нарушения служебной дисциплины, связанные с ненадлежащим обеспечением функционирования и обзора камер видеонаблюдения патрульного автомобиля, в связи с чем виновные лица были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Данный ответ мы прикладывали в суд как доказательство о нарушениях. Суд не взял этого внимания. Они нарушили очень много законов ради получения протокола. Несмотря на то, что судом вынесено постановление, решение, да, права я сдала, штраф заплатила в указанные сроки, в полном объеме, я хочу все равно добиться правды и справедливости, чтобы органы МВД признали незаконность действий сотрудников. Кстати, из-за лишения прав и Дмитрия Литвинов, которого инспектора продували в кнопочные телефоны и мать четырех детей Людмилы Талантовой, лишились работы. Она, живя в Градинском районе, не может больше добираться до своей работы, а его работа была связана с поездками за рулем.